Сегодня у нас в гостях Дарья Ильинична Касьянова, начальник отдела благоустройства и обращения с твердыми коммунальными отходами Министерства ЖКХ Хабаровского края. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, я немножко вспомню историю советских субботников. Первоначально, конечно, субботник был не совсем то, что сейчас. Первоначально, в принципе, советские граждане работали в определенный день, и потом это вот как бы носило вклад в развитие страны в форме финансовых средств. А сейчас это больше просто средство навести в порядок? Я прав? Ну да, во-первых, конечно, безусловно, это средство навести в порядок. Во-вторых, это все равно в какой-то части объединяет жителей определенного, например, жилмассива, которые собираются вместе, выходят, проводят время где-то на каких-то территориях дворовых. Принято после этого устраивать какие-то мероприятия, например, пожарить шашлыки, как-то провести время познакомиться с седями. Ну нет, уже убрать все. Все-таки, да, действительно, главное, что убирали. Что касательно субботника, который завершился недавно, в Кабаровском крае, сколько человек в нем приняло участие, и кто эти люди? У нас в рамках Краевого субботника осеннего приняло участие порядка 110 тысяч человек на территории края. Это, во-первых, прежде всего, конечно, это представители общественности, то есть неравнодушные жители. Это представители учебных заведений, это и учащиеся непосредственно, да, и преподаватели. Это представители бюджетных организаций, организации жилищно-коммунального хозяйства и представители военных частей, да, к военнослужащим у нас тоже принимают участие. Ну и давайте сравним, сколько? 110 тысяч. 110 тысяч, но явно это все-таки не 61% населения. Просто у нас телезрители самые ответственные. Все-таки поменьше. Или кто-то вышел просто без организации. Да, и такая практика есть. Кто-то просто выходит, например, около своего подъезда, около дома, убирает просто потому, что он считает, что у него есть такая ответственность. Вот это хорошо, когда добровольно, да, вот насколько много таких. Потому что одно дело действительно собрать организации, добровольно принудить на порядке, значит, сказать, что им ничего не будет, а что именно не будет, да, может потом определять. Вот как раз-таки добровольцы, вот примерно по вашим приблизительным подсчетам, по ощущениям, сколько так, доля какая? Ну, в рамках осеннего субботника порядка 30 тысяч человек, это было представители общественности. То есть это те, кто просто... Четвертые. Да, неравнодушные граждане. Ну, подождите, а остальные 80 тысяч, да, они же тоже добровольно вышли? Никого же не принуждают? Безусловно, никого не принуждают. Ну, насколько я знаю, сейчас невозможно человека заставить. Ну, как бы нет, но в чатах, насколько мне известно, писали, что быть обязательно. Но, тем не менее, давайте о том, что удалось сделать, да, вот силами этих людей. У нас, вот как я уже говорила, да, приняло участие порядка 110 тысяч человек. Это позволило убрать 286 неорганизованных свалок. Более 14 тысяч дворовых территорий было убрано. Вообще, ежегодно у нас убираются, проводится очистка газонов, дорожного покрытия, дворовых территорий, общественных территорий, площадей, памятников, обелисков. Вот убрано было, как я уже сказала, 286 свалок. Было высажено очень замечательно более тысячи саженцев на территории края. А человек, который пришел на субботник, он сам может для себя выбрать объект работы? Или ему все-таки муниципалитет дают или краевые власти? Да, обычно муниципалитеты определяют территории, да, на которых будут организованы масштабные именно работы по уборке. Ведь убираются не только, например, дворовые, да, общественные территории, еще и бесхозных территорий. Вот, например, в рамках осеннего субботника порядка 1700 таких бесхозных территорий было убрано. Телефонный звонок, да, у нас есть, насколько я понимаю. Василий, здравствуйте. Алло, здравствуйте. 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 Вот, 31 мая у нас в городе был субботник, да, в честь города. Угу. Убрали мусор, сложили ветки, что. И в пыльчанешний день тайфун был пустачий. И все это лежит, 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 лежит. Егор Казарец правильно сказал, до следующего субботника будет все это лежать. Угу. Уже крисы завели, сейчас там на зиму. Спасибо, что позвонили. Как раз вот хотел следующий вопрос именно на этот задать. После того, как мусор собрали, его когда должны вывезти? Потому что действительно часто жалуются, что оставшийся после субботника мусор, потом лежит, его постепенно растаскивают. Ну, есть практика, что в течение дня обычно, то есть, если субботник состоится, да, в субботу утром, да, ну, как обычно принято, то к вечеру, в субботу. Машины же курсируют, например, по городу Хабаровск, их можно видеть в рамках субботника, а машины курсируют беспрерывно по территории города, собирают мешки. Вы знаете, я просто свое мнение выскажу, да, если после весеннего субботника было видно вот эти черные пакеты вдоль дорог, то сейчас я вот езжу по городу, ну, может быть, внимания не обратил, да. Что самое основное нужно было сделать? Понятное дело, вот убрать эти несанкционированные свалки. Какие еще работы? Потому что я знаю, что некоторые муниципалитеты приводят в порядок дороги, да, например. Ямочный ремонт, да, осуществляют вот в рамках этого субботника на территории всего края, да, мы берем около 17 тысяч квадратных метров дорожного покрытия было приведено в порядок. Ну, это где-то бордюры, да, красили, где-то ямочный ремонт производили. То есть, да, дороги у нас тоже участвуют в рамках субботника. Кстати, ты сказал, я вспомнил, что нам, как правило, после субботников сразу же присылали фотографии неубранного мусора, а после этого субботника, вот за несколько дней, что после него прошли, еще ни одной фотографии не было. Неужели весь мусор убрали? Если кто-то может возразить, звоните и возражаете, может, фотографии сразу пришлете. А это, возможно, повлияло на это создание регионального оператора? Он тоже заинтересован, в принципе, да? Ну, безусловно, конечно. У нас региональный оператор принимал участие и в акции «Вода России», которые тоже в рамках краевого субботника, да, проходили, и в другом экологическом мероприятии. Ну, и кроме того, здесь в городе Хабаровске у нас субботник 24 сентября запланированный, он был перенесен, у нас был дождь сильный в городе, и поэтому здесь он растянулся у нас на несколько дней на следующей неделе. Может быть, поэтому еще все было не масштабно, не разом, а потихоньку все убрали и вывезли. Если человек решил прийти на субботник, вот он ответственный, не то, что я решил поучаствовать, да, и что ему надо брать с собой? Он сам берет этот черный пакет, он берет перчатки, какой-то инвентарь, или ему должны выдать? Как вообще это происходит? У нас инвентарь выдают муниципалитеты, то есть администрация муниципальных образований выдают инвентарь, это обычно перчатки и мешки, ну и грабли, ну, при необходимости. Если там осуществляются какие-то виды работ, например, связанные с покраской, да, чего-то, то, конечно, тогда соответствующий инвентарь тоже выдается. Скажите, как представитель министерства, с точки зрения вот краевых властей, субботники, они действительно помогают реально навести порядок, либо это все-таки более объединяющее людей какое-то мероприятие воспитательное? Нет, я думаю, что действительно реально, действительно эффективно, то есть на протяжении нескольких лет, да, мы мониторим проведение каждого весеннего и осеннего краевых субботников, и мы видим, что и количество людей, участвующих, да, только растет, мы видим, что растет и объемы работ, которые проводятся в рамках субботников, но кроме того, субботник, он же не ограничивается, да, одним днем, весной и осенью. А у нас еще распоряжением губернатора утверждаются периоды проведения весенней, соответственно, осенней санитарной очистки, то есть там месячники, да, такие, в рамках которых также проводятся определенные благоустроительные санитарные мероприятия, которые влияют на поддержание чистоты территории. Если говорить о Хабаровском крае в целом, рассматривать, жители какого муниципалитета оказались самыми ответственными и активными? Здесь сложно сказать. Здесь, конечно, отношения по количеству людей. Мы понимаем, что в каждом муниципалитете живет разное количество. Но здесь самое активное у нас, мы постоянно отмечаем участие в городских округах, это в городском округе, город Комсомольск-Намуре и, соответственно, в городе Хабаровске. И у нас хорошо выходят на уборки северные территории наши, отдаленные. Я напоминаю, наш телефон 45-46-45. Кто-то хочет высказаться насчет субботника, звоните. Можете в том числе негативно рассказывать мнение. Сегодня у нас в том числе острые были звонки. Да, я, кстати, как скептик, да, опять же. А кто-то из крупных руководителей брал в руки ту же лопату, грабли и был ли замечен на субботнике? Потому что одно дело агитировать, другое дело подать пример собственным, да, вот пример собственным примером, уж простите. Да, постоянно, ну, у нас в весеннем субботнике принял участие губернатор края, у нас проходила уборка на территории бронекатера, ну, в городе Хабаровске. У нас ежегодно руководитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства принимает участие в субботниках. Ну, как раз с этим проблем-то нету. Сколько я вижу, не только все начальники, но если бы были выборы, обязательно кандидаты бы вышли. То есть, это на самом деле отличный пиар, все им пользуются, правильно дело. Мне кажется, надо перед выборами субботник тогда проводить, да, тогда будет вообще просто эффективно. А вы знаете, мы в самом начале программы смотрели фрагмент старого советского документального фильма про субботник, и, кстати, там в основном вот показывали детей. И я помню в своем детстве, и вот все мы, школьники, обязательно участвовали. А сейчас же дети не участвуют. Как вы думаете, возможно, стоит ли эту традицию тоже возобновить? Ну, здесь это абсолютно добровольный вопрос, то есть, если учащиеся хотят самостоятельно, да, принять участие. Ну, я говорила, потому что у нас все равно чаще всего учебных заведений принимают участие, да, в субботниках. А, дети участвуют, да? Дети, да, могут, в акциях они принимают участие, да, в том числе в субботниках, то есть, ну, конечно, не в принудительном порядке. Но это же тоже приучение, с одной стороны, к труду, да, к поддержанию чистоты вокруг себя, прежде всего, вокруг своего окружения. Поэтому, мне кажется, это добрая традиция, которая должна остаться. А есть какие-то ограничения по возрасту, то есть, например, там, младшая школа не участвует в субботнике, участвует в старшей? Или это никак не прописано? Нет, это никак не регламентировано, это на усмотрение образовательной организации. Сейчас я буду скептиком. Но один из доводов, почему надо прекратить субботники, есть такой. Люди приучают себя к тому, что можно весь год мусорить, а потом один раз убрать. Говорят, если бы такой возможности не было, люди бы были аккуратны каждый день. Можете ответить на такое? Ну нет, я здесь не совсем соглашусь с вами, потому что все-таки субботник, он не только вот здесь и сегодня, все убрать из-за раз. Так не бывает, конечно, мы это понимаем. Субботники проводятся несколько раз в год, не только краевые. У нас есть городские субботники, на территории муниципального образования каждая определяет свой субботник. Это все-таки не единоразовая акция. Здесь об этом, наверное, так как-то односторонне судить получается. А вот если брать на протяжении всего времени, можно ли выделить какие-то годы, когда хабаровчане были наиболее активны, жители вообще края были наиболее активны? И с чем это вы связываете? С погодой или, наоборот, с какой-то долей ответственности или большей информированностью? Я помню, в 2013 году, после окончания Паводка, люди очень организованно, сознательно относились. У нас был прирост по сравнению, например, могу сказать, по сравнению с 2021 году, по сравнению с 2020 годом, в 2021 году был прирост количества участников. Ну, это после пандемии, наверное. Да, все вышли на улицу с удовольствием, да, вот здесь можно отметить, было увеличение количества участников. У нас телефонный звонок Алла Максимовна, по-моему, да? Здравствуйте. Да, 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 да. Говорите. Я проживаю в Кировском районе, в районе Орджоникидзе, где гостиница у нас находится, стоят мусорные баки. Вот как субботник был, так мусор и остался. А сверху после тайфуна наложили ветки, и скоро гостиницы, бакушки не будет видно. Хорошо, если есть возможность, пожалуйста, пришлите на WhatsApp фотографию или хотя бы точное указание места. Мы перешлем информацию министерства ЖКХ или региональному оператору, они всегда реагируют. Мы расперем сюда обязательно адрес, только нужен точный. Где-то Аженикидзе после гостиницы, я, честно говоря, не очень помню там гостиницы. Я не помню название этой гостиницы. Огромная просьба, наши редакционные WhatsApp, в третьей части программы скажем еще раз номер. Пришлите точное указание, мы обязательно перешлем. И в завершение, как вы думаете, субботники когда-нибудь исчезнут или нет? Ну, пока не планируется. Мы ежегодно определяем даты проведения весенних крыльевых субботников. И осенних традиционно апрель-сентябрь месяц, и в следующем году они также состоятся. Ну что, смотрим на наше интерактивное голосование. Количество принявших участие в субботнике увеличивается. 62%, это почти две трети. Ну, просто у нас, среди наших зрителей, самые ответственные. Да, я наверняка уверен, что все, ну, 63-62% зрителей программы «Говорит губерния» принимают участие в районном свободнике. Возможно. Сегодня на гостях была Дарья Касьянова, начальник отдела благоустройства и обращения с твердыми коммунальными отходами министерства ЖКХ Хабаровского края.